Быть врачом – это призвание. Выбирая благородную профессию, больше 20 лет назад Евгений Грицаев и не думал о высоких наградах. В год лучший онколог России делает сотни операций. Дела семейные приходится откладывать. Дочь видит папу, конечно же. Семье мы никогда не забываем. Но, я не знаю, работа всё-таки всё равно у нас на первом месте. Потому что это призвание наше, и мы посвящаем этой работе свою жизнь. Лучших в своей профессии пригласил на чашку чая губернатор Александр Ткачёв, чтобы поздравить и обсудить проблемы и достижения кубанского здравоохранения. Сегодня здесь и руководители ведущих клиник Краснодарского края. Их мнение необходимо, чтобы скорректировать планы по развитию медицины региона в ближайшее время. Тем более, что 2013-й объявлен Годом здоровья на Кубани. Производительность наших врачей во многом, отношения по жизни, большое сердце, доброта. Это всё делает наше зрение более конкурентоспособным по отношению к западному, к европейскому. За последние 10 лет мы просто поменяли ментальность, мы поменяли отношения людей. Многие забыли уже, что такое ехать в Москву. Это вообще, по большому счёту, единицы сегодня выезжают в Москву. Только по каким-то очень специфическим, очень тонким вещам. Или там, не говоря уже за границу. Все понимают, что доверяют своей жизни, своё здоровье близких, именно к краевым врачам. Но и этого недостаточно. Кубанская медицина должна ориентироваться на европейские стандарты, считает губернатор. Поэтому работы у нового министра здравоохранения края в ближайшее время будет немало. И трудиться специалисту из Сочи придётся с олимпийским ускорением. Так же, как и за последние 10 лет, за которые выросло в разы медицинское обслуживание на Кубани. На сегодняшний день в Краснодарском крае нет очереди на операцию на сердце. В Краснодарском крае впервые начали делать пересадку органов. За год сделано 118 операций. Может, я грубо скажу, но даже беременность, я кушаю гинекологу, даже беременность 9 месяцев вынашивается. А чтобы человек, который вырос и мог принести пользу, это должно ещё 30 лет пройти. Но посмотрите, мы за 10 лет, какие мы сделали колоссальные изменения в здравоохранении. Инвестиции в здоровье уже оправдали себя. Средняя продолжительность жизни в крае теперь 72 года. Изменилась демографическая ситуация. Всё чаще кубанские семьи решаются рожать третьего ребёнка. Желающих, конечно, родить много. Это я скажу вам, да, когда приходишь и спрашиваешь у женщин, ну как вам у нас фраза, которая уже стандартная стала. Такое впечатление, как будто я рожаю в Европе. Я говорю, а вы часто рожали в Европе? Нет, мне так кажется. Сделать европейским нужно не только качество медицины, но и зарплату врачей, считает губернатор. Это главный социальный проект. Через пять лет медики будут получать 80 тысяч рублей. А зарплаты медсестёр уже с 1 сентября этого года вырастут в среднем на 5 тысяч рублей. Фельдшеров скорой на 10 тысяч. И это не предел. Нам нужны высокие профессионалы. И, конечно, нам нужна большая, высокая самоотдача. Душевное, тёплое отношение к пациентам. Понимаете, хамство, грубость, безусловно, это надо изживать. Кубанский врач, доктор – ключевая фигура. Это, безусловно, мы сейчас изыскиваем, по секрету скажу, ресурсы, резервы, чтобы тоже создать такой дополнительный бюджет для того, чтобы повысить зарплату нашим работникам, медицинским, прежде всего врачам. Это позволит серьёзно изменить атмосферу в медицинской среде, безусловно. Это изменит и отношение наших студентов, нашей молодёжи, уже в вузах, которые учатся, даже на первом курсе понимать, что ага, это зарплата, которая будет кормить меня и мою семью. Это здорово, это престижно. В подтверждение этих слов губернатора ситуация в больнице скорой медицинской помощи. График работы здесь напряжённый, текучесть кадров большая. Именно поэтому принято решение осенью увеличить зарплату фельдшерам. Поэтому желающих работать в скорой уже немало. Помимо этого и техническое оснащение меняется. Автопарк пополнился уникальными автомобилями. В Краснодаре в миллионном городе впервые появились реанимобили. Автомобили реанимации. Такого не было в городе Краснодаре. И теперь, конечно, это ставит перед нами гораздо серьёзные, более серьёзные задачи. Мы говорим о том, что кардиология – это первое место в смертности, о том, что онкология – второе. Дорожно-транспортные происшествия – это третье место. Золотой час – это тот момент, когда нужно доставить пациента в учреждение. Есть ещё платиновые 10 минут, когда должна подъехать скорая помощь и начать уже восстанавливать жизнью. Только с такими автомобилями и с профессиональными людьми мы можем это осуществить. Встреча в администрации больше похожа на медицинский консилиум. И мнение каждого важно. Как должно развиваться кубанское здравоохранение, губернатор интересуется у фельдшера Краснодарской скорой помощи. Татьяна Дмитренко заметно волнуется. Не каждый день такие встречи. Я вообще-то фельдшер. Чувствую немножко неуютно себя вашей компанией. Вы лучший фельдшер России, Татьяна Дмитренко. Для воспитания и так, конечно, это очень много и важно для больного. Потому что имеют прекрасные клиники и стационары. Если мы не имеем нормальный фланг санитарного транспорта, мы не сможем бы расставить больницу своевременно, как бы, вовремя, оказать его фельдшерованную помощь. В последние годы в Край идёт активное строительство медучреждений. Сейчас на реконструкции Краевая клиническая больница. В приоритете строительство радиологического центра. Он крайне необходим региону. Онкозаболевание на втором месте после болезни сердца. На старте возведение второго в Краснодаре перинатального центра на базе Краевой больницы номер 2. Ещё один подобный откроют в скором времени в Сочи. Медицина должна быть качественной не только в столице, но и в станице. Уже запущена программа модернизации регионального здравоохранения. 500 офисов врачей общей практики появятся и в каждом городе, и в самом отдалённом хуторе.